Добрый вечер! Девчоночки, добрый вечер! Я вышла в эфир, чтобы предупредить, что я немножечко задерживаюсь на тренировке. Марафон. Вас этот особо касается, потому что вы меня ждете 8, а доеду я где-то 8.30 буду тренировку вести. Тренировку... Как сейчас оставлю сразу информацию? Сейчас про марафон успею поговорить. Хотела узнать мнение, как вам последний мой пост с этим крутым результатом, как сделали мои Светочки, старшей сестре грудь. Ей не просто увеличили или что-то. Была сложная операция, была коррекция груди с переносом сосков, с изменением ореола, с подтяжкой и с имплантацией. Поэтому операция очень непростая. 4,5 часа шла операция. Светочки, добрый вечер! Да, здравствуйте. Вот, и хирург, которого я вам порекомендовала, Марина Тачинина, это самый крутой хирург, который сейчас есть в Москве и вообще в нашей РФ. Потому что, во-первых, у нее нет какой-либо, как это сказать, нет истории с подпорченной репутацией. У нее абсолютно безупречная репутация. У нее золотые руки, у нее шикарная работа. Результат фантастический. Вы представляете, что будет через 2 месяца? У нее импланты стоят у Светочки анатомической формы, под мышцу и с небольшой разницей в размере. Это два разных импланта с небольшой разницей в размере. Потому что у Светочки разница была в полтора размера между левой и правой грудью. У нее сильная асимметрия была. И ей Марина Николаевна, конечно, сделала просто шикарную грудь. Поэтому, девочки, не бойтесь, если вы вдруг решились и захотели себе изменить грудь, сделать себе, вернуть, я бы сказала так, вернуть себе уверенность, поднять самооценочку, то это то, что вам надо. Это единственный хирург, который я действительно могу вот прям от души порекомендовать. И знаю, что ни одна мне не позвонит и не скажет, в общем-то, херню ты какую-то рекламировала. Это не реклама, это лично моя рекомендация. И в доказательство я отправила сестру на операцию, потому что сама мне куда делать. С обвисшей... Нет, с большой грудью всегда сложно, да. Но потому что выкормила, она высохла, обвисла, по колено висит, там болтается где-то и все. Никакой абсолютной эстетики. Это заморочки вечно с бельем, заморочки с одеждой. Все время сто раз подумаешь, прежде чем что-то вообще надеть, купить. Нет, не боится, вы знаете, с таким хирургом, у нее к тому же еще свой анестезиолог, с которым она работает уже не первый год, со своей командой, в общем, так скажем, анестезиолог, там, кто ухаживает за клиентками. Вот, это настолько атмосфера приятная, душевная, находится в их больнице. Но это небольшая больница, находится в центре Москвы, на Покровке, прямо рядом с моей школой. В марафон Светочка сейчас всем ответит под ключ. Она постепенно всех добавляет, девочки, не переживайте, солнышки. Цена операции зависит от того, насколько сложная операция. Потому что есть просто подтяжка, есть, вот как у Светы, у Светы там прям сложная операция. Там подтяжка, там идет с переносом сосков, орел и еще имплантация. Это сложная операция, причем, сколько я не ходила по хирургам, не консультировалась, все время намекали, что в 2-3 этапа надо делать операцию. Мы сначала делаем подтяжку якорную, потом через полгода мы делаем импланты. То есть, зачем все время резать и на стол класть человека? Ну, потому что так выгодно размусолить это на год, на два, на три. Блин, а сделать разом. Вот Марина Николаевна, чем крутая, она, да, она будет, она принимает только, делает одну операцию за день. У нее нет потока, чтобы она, как этих, знаете, как Франкенштейн, блин, одну, вторую, третью, четвертую раз там порезала, вставила, отправила, кто-нибудь заштопала. Она все делает сама. Она прям, знаете, посмотрела мамочки, да? Ну, у нас с Мариной Николаевной своя договоренность, я вам так скажу. Мне очень многие хирурги предлагали вообще бесплатно сделать операцию, чтобы я рекламу сделала, но я не, но я отказалась, потому что мне не нравится работа. А как я могу взять бесплатно, если мне работа не нравится, если сделают моей сестре херню, и при этом я должна четко понимать, что для рекламы они постараются. А в конце концов, когда придут от меня и сделают лишь бы что, ну, зачем мне это надо? Я, то есть, отказывалась. Мне очень много хирургов писали, звонили, чтобы я с ними посотрудничала. Я вот вам правду скажу. Ну, увидев пластику, ну, их результат, их пластику, мне они, ну, блин, я, нет, нет, потом как-нибудь, давайте, не хочу, короче. Вот, и Марина Николаевна, это единственная, тыченина, это единственная хирург, кому я вот смогла довериться. Но я к ней так забегала на обследование, потому что у кого грудь сделана, надо хотя бы раз в год на обследование забегать. Вот, так издалека присматривалась к ее работам, вот так скажу. Спасибо, девочки. Да, Ира, у меня вообще солнышко. Девочка мамина. Сейчас я к вам вернусь. С возрастными... Так, сейчас, секунду, девчата. Немножко тут как-то плотненько на дороге, плотненько. Сегодня. И всем, всем же, шина доехать. Сейчас я посмотрю, что там у вас. Спасибо. Конечно, у нее. У тыченина делали. А я просто так, что ли, стала бы о ней писать? Это единственный хирург, кого я могу прям вот смело рекомендовать. Я, ну, вручаюсь за то, что она делает крутые операции. Моя сестра старшая, именно к ней ходила на операцию. У нее сколько вот сейчас прошло? Три недели после операции. Я утром еще вам ролик скину, там, ну, более раскрытой информацией. Как это грудь, что это грудь, какие импланты. Вот, ну, больше информации дам. Как спортом заниматься, не заниматься. Время... Да, фильм 4, это не для каждого зрителя, я вам скажу. Потому что такой тяжелый фильм. Микроблейдинг, плохие впечатления. Это вы у кого делали микроблейдинг? Возрастным мамам можно, конечно. Ну, так вы же сначала даете анализы, кардиограмму. Ну, доктор смотрит все результаты. Если у вас нет там никаких отклонений, проблем, то, конечно, все это можно. Светочке 43 года будет возрастным. Вот насколько возрастным. Света вроде как немолодая девочка. Ну, у Масси же как красиво, но Масси же несколько раз переделывала, поэтому... Вот, а Светочка первый раз. Первый и сразу хорошо. На Бали с 28 по 10. Сейчас мне еще предложение присылают на почту. Потому что я нашла два замечательных отеля, но вопрос спорный, так как пляж шумный. Хоть и закат и красивый, но пляж шумный. Нет, она интимных мест не делает, к сожалению, девчонки. Она только грудь делает. А, вот, я же забыла, что у меня марафон. Видите, так, девочки, смотрите, вот телефон внизу, который написан. Вот, видите, кто-то уже оплатил марафон, пока идет прямой эфир. Так вот, марафон начинается 1 апреля, финиш 1 мая. Ровно месяц идет марафон. Три победителя получают годовые абонементы в лучшие фитнес-клубы их города. Что представляет из себя марафон? Это утром кардиосиловая в прямом эфире тренировка. Вечером йога, растяжка в прямом эфире тренировка. Также питание, кому набрать, кому потерять. И три раза в неделю эфиры по психологии. Это все в одном марафоне за тысячу рублей. И все это каждый день в прямом эфире. Чистый лайф. Нет такого, что вам пришла на почту программа, которую присылают для всех за 10 тысяч рублей, где питание для всех одинаковое присылают, там, неважно, даже имени ваши не спросили. Домашку прислали. Эту домашку я сейчас даю бесплатно, абсолютно бесплатно. То, что делают во всех марафонах за деньги. То есть я это делаю совершенно бесплатно для тех, кто уже оплатил, и чтобы не просиживали время, тренируются. То есть сейчас идет набор, но для тех, кто уже оплатил, целый месяц бесплатная подготовка. Считайте, за два месяца марафона вы платите одну тысячу рублей. Да, и тоже участвуют кто на наборе. А почему нет? Девочки, я же смотрю на изменения, а не на то, сколько потеряли или сколько набрали. У меня почему один раз результаты марафона, я когда выставляла, споры задавали, а вот я больше или меньше. А мне не важно, больше ты или меньше. Если ко мне пришла уже изначально худенькая девочка, это не говорит о том, что у нее нет шансов на победу. Я не по разнице в весе. Я по работе сужу. Потому как изменился человек. Я же эту разницу вижу. Поэтому мне просто килограммы сбросить, этого мало. Мне нужна работа. Вот так что марафон, девочки, просто напишите два слова. Хочу марафон и все. Вот и насчет груди. Я, как и обещала, вам сделала пост. Не все написала, что хотела. Не поместилась я в один пост. Напишу ночью, утром опубликую. Потому что мне мало одного поста, конечно. Я, если начинаю свою мысль раскрывать, очень много хочется написать по поводу груди. То, чего я встречала и насколько я скептически отношусь к хирургам-мужчинам. Потому что очень часто я видела много работ хирургов-мужчин. Хочу мотанку. Ну, сделаем в следующем марафоне. Вот. Видела много работ хирургов-мужчин. И очень часто мне не нравится их подход. Такое ощущение, как будто грудь для них это тупо сиськи. То есть не тонкая ювелирная работа, не искусство. А сиськи. Все. И вот и делают они сиськи. Вот так вот. Ну, блин, ну некрасиво. Вот эстетики мало было. Вот Марину встретила и говорю, все, вот это хирург то, что нужен. Только к ней. Если вдруг захочу себе корректировать, там, ну, чуть-чуть поменьше сделать, и ореолу поправить, поменьше соски делать, то я только к ней пойду. Это единственный врач, кому я действительно могу довериться. Больше никому. Я хотя бы знаю, что я проснусь, выйду из наркоза, и я буду довольна результатом. А не сидеть, смотреть в зеркало и рыдать, думать, господи, что за ужас мне сделали. Вот. Поэтому, девочки, я души рекомендую вам Тучинину. Так. И в марафон, пожалуйста, вот напишите. Хочу в марафон. Марафон – это прям полная, наиполнейшая перезагрузка во всех смыслах этого слова. Физическое, моральное. Да, девочки, жду. Жду. Вот, шестого, седьмой. Так бронхиальная с матриком вообще в первую очередь бежать. Бегу волосы назад. После марафона никакой астмы у вас не будет. Вы, мои девочки, девчат, вы там, если что, имейте в виду, чуть-чуть опаздываю. Нет, еще не видела клип. Очень хочу увидеть клип, но еще не видела. Если вы его видели, то сами расскажите, как вам клип. Серьезно, я еще не видела. Я думаю, клип будет потрясающий, потому что он очень такой, знаете, с историей. Клип с историей. Правильно, апрель будем работать. Как раз апрель месяц, такой уже каникулы закончились. И праздников в апреле. Апрель единственный месяц, наверное, в году, когда нет праздников. Ну, кроме Гагарина, да, я думаю, мы переживем этот момент и встретим как следует этот день. День рождения Владимира Ильича Ленина, Гагарина. Клип с Ати Казановой, мама. 8 марта выйдет клип. Презентация была на 8 марта. 8 марта выйдет клип. Поэтому я и говорю, что я еще не видела монтаж клипа. Но если вдруг кто-то уже увидел, оценил, то напишите, как вам монтаж клипа и как он вообще выглядит. Я знаю точно, что клип будет потрясающе красивый, нежный, очень эмоциональный, чувственный. Пойдет, конечно, ну и что мясо не ем. Что теперь вообще не марафонить, вообще спортом не заниматься. А йога, у нас же там йога, растяжка, психология. То есть в чем проблема-то? Девочки, лично у меня, да, пиздалги, лично у меня в марафоне можно всем тренироваться. Только нельзя беременным, хотя я думаю, может быть летом как раз сделаю марафон такой для души, для беременных. Очень хочется с беременяжками поработать, очень хочется. И тренировки им сделать, и йогу для них. Я же еще перинатальный йог, инструктор по йоге, и училась. И вообще я человек, который не понаслышке знает о беременности, что такое быть мамой. Вот, поэтому знаю, что такое тренировки для беременных и йога для беременных. И мне, если честно, очень хочется поработать с беременными. И вот я планирую, может быть на лето что-то душевное вот для себя сделать для беременяжек, поработать с ними. И психологию для беременных, все в общем для девочек с животиками. Прорабатываю этот момент, мне не хватало немножечко психологического опыта. Теперь мне его вполне, ну могу себе это позволить. Если нельзя, руки, что-то там сейчас я попробую ловить. Если не имеют руки, что это может быть? Во-первых, что у вас в грудном отделе? Грудной и шейный, со спиной. Да, 100%. В этом марафоне, это единственный марафон, и я на самом деле с гордостью об этом заявляю, что это единственный марафон, где каждый для себя что-то полезное, но возьмет. И вынесет что-то именно для себя из этого марафона. Это не просто так, марафон пришел там, и к тебе как к мясу относятся, бросили информацию на почту, или сказали, вот заходите в такое-то время ВКонтакте, берите тренировку, скачивайте, выполняйте, пока не сдохните. Нет, у меня такого нет подхода, я такое не люблю, я работаю с людьми, а не с животными. Вот, и поэтому, ну я человеколюб, и я люблю себя как человека, в первую очередь, а не как животное. И я таким, как я, отношусь точно так же, с любовью. Вот, поэтому я именно от души и с любовью работаю. Привет, Галь. Галя, сегодня не йога, сегодня фитнес-кардио. Ну, и что, близорукость? Я женщина, да. Кайфуете, да, теперь? Я женщина. Всего лишь два простых слова. А, девочки? Вот вам из практики, что у нас существует в марафоне. У меня, кстати, марафон, если по отдельности его собрать, можно, в принципе, его разделить, как девчонки мне постоянно присылают из разных марафонов, где участвовали. Что вопросы не с любовью, не пойму. К животным очень даже с любовью. Я имею в виду отношение к человеку и к животному. Вы сейчас не перетягивайте одеяло на себя. Не ищите подоплеку там, где ее изначально даже не было. У нас не было разговора об отношениях, кто выше стоит, человек или животное. И мы только что не разговаривали о том, уважаете вы животных больше или людей. И не было только что разговора о том, обижают люди животных или нет. То есть, да, понимаете, уловили мою мысль? Спасибо. Надеюсь, что вы в следующий раз не будете ошибаться в темах. У нас темы просто не было таковой. Поговорить о животных. Это всего лишь метафорический пример. Ну, дословно я вам уже прям вот прям уже рассказываю, о чем, о чем, как это воспринимать. То есть, если вы увидели красный светофор, когда вы едете за рулем, не надо говорить о том, что это ехала машина скорой помощи с красным крестом. Это был красный светофор на дороге. Я надеюсь, что вы эти понятия не путаете. Это разное. Не, сегодня не тема. Я просто вышла в эфир, пока еду в пробки. И, кстати, вот благодаря таким диссоциированным, как вы, молодая, прекрасная, происходит вот весь ужас во всем. Потому что неправильно информацию воспринимаете, изначально донесенную совершенно на другой лад, другой манер. Все переворачиваете, и поломанный телефон просто нервно курил в сторонке. А потом понеслось. Вовченко рассказывала, что она ненавидит животных, и людей вообще принимает за животных. Понимаете, что дальше будет? Это если продолжать вашу ясную, четкую, умную мысль. Получается вот так, знаете, из ваших слов. Хотя говорила я о том, что я отношусь к людям с любовью, я человеколюб. Кто ведет лекции по психологии? Я. Ну, я вам так просто скажу, что у меня в марте защита диплома на психолога я учусь. Но это для тех, кто не знал просто. Вот вы интересные. То ли вы за мной не следите, то ли вы гости в моем прямом эфире. Понять не могу. Да, я веду прямые эфиры по психологии, по йоге, по фитнесу. Обо всем говорю. Прям, как бы это сказать. Многостаночница, во, мое любимое слово. Девочки, посмотрите у меня в сториз школа, где я учусь. Я ее частенько снимаю, раз в неделю точно выкладываю свое место учебы. Обязательно сохраню тренировку. Ну, тему, я вам так скажу. У нас помимо диплома есть еще сдать надо тренинг какой-либо. Вот и тренинг у меня уже готов. И тема диплома, причем у меня одна, их несколько у меня уже тоже готовые. Очень крутая школа. Девочки, ну что вам сказать, если у нас полгруппы сидит из МГУ, переучиваются. Как вам это? С дипломами МГУ. Есть те, кто пришел с двумя-тремя образованиями. Причем с двумя психологическими образованиями. И пришли доучиваться и переучиваться. То есть, ну, как вам сказать, что уровень школы? Уровень школы очень высокий. В 50 нужно. Прям вообще замечательный возраст. В Турцию очень хочу. Я, может быть, летом на недельку прилечу. Сколько учиться? 7 месяцев? 8. 8 месяцев. Как с обесынщиками разговаривать? Вы знаете, ни в коем разе не нужно им дарить свою энергию. Пришел обесынщик, такой, Бали, девчат, мне сейчас на почту шлют предложение. У меня уже, я вчера 3 часа сидела в турагентстве. Во-первых, разговариваем по поводу цены. Может быть, скидку сделают. Не знаю, сделать, не сделают. Ну, должны, по крайней мере, сделать. Вот. И насчет обесынщик, ну, я вам сразу информацию всю дам. Марафонцы, я вам первым, да? Я вам информацию, потому что, разумеется, будет дешевле, если пара летит. Ну, брать номер на двоих, это всегда выгоднее на 50% будет. Вот, поэтому, Марафонцы, я вам информацию сразу закину. У меня есть уже девочка, которой нужно пару найти. Вот, поэтому, да, я учусь, у меня в марте защита. Так я уеду с учебой, весь день на учебе сидела. Питание есть разное. И по килокалориям, и по меню, как хотите. А вы зайдите и почитайте преподы в институте образования. Это не просто преподы, это доктора психологических наук. Это люди с огромным стажем и очень уважаемые среди психологов. Ну, то есть, зайдите, посмотрите. Это не просто там Шарашкина контора. Ну, финансовые потоки, я бы сказала. Как открыть, заходите в Марафон, я вам расскажу. У нас была лекция по финансовым потокам. Очень хочу в кругосветку. Чуть-чуть подрасти надо нам, Верочке. Так что, девчоночки, поинтересуйте. Зайдите ко мне на страничку в стори. Нажмите сторис. Вот, сейчас про абисенчика. Во-первых, не дарите им свою энергию. Пришел абисенчик, и давайте бьюзать по полной программе. Ну, как собачкой, да? Тема, типа, очок к животным. Я понимаю, что человек может случайно, ну, просто он мысльство сказал. Ну, как у нас принято говорить. Я что, не имею права на мнение? Мнение свое такое сказал, да? Ну, на Баре с 28 по 10 мая. С 28 апреля по 10 мая будут там. Вот на эти даты планируете отдых. Завтра, на выходных, я думаю, мне уже все подберут. Но я себе тур сегодня-завтра уже буду брать. И уже давать информацию. На Байкал, да, я бы с удовольствием. Так вот, абисенчике, зашел, да, абисенчик? Я вам всегда этот пример привожу в прямом эфире, как я разговариваю с абисенчиком. Человек, который пришел, что-то сказать, опустить, во-первых, сначала твою самооценку опустить. Причем абисенчике еще очень любят зацепить за какую-нибудь фразу, за какой-нибудь термин, который вы реально, может, и не знаете. Потому что в вашей личной жизни и в профессиональной он просто никогда не встречался. И такой, ага, ха-ха, вот-то ты попалась, тупая. Я же знала, что ты курица еще ниже, ты тупее, тупые. Ну все, теперь я начну абисенчевать. В этот момент главное не потерять себя. Ну просто не разбазарить. Потому что можно раз случайно самооценочку свою потерять. Это обычный классический абисенчик. Единственное, чем он может вас опустить или задеть, это той самой фразой или терминологией, которой вы просто не владите. Но если вы сами знаете, что вы не в курсе всех физических формул или химических элементов, вот я реально не в курсе всех химических элементов, ну потому что меня это не касается, меня это просто реально никак не трогает, не задевает. Если абисенчик сидит рядом со мной химик, который будет умничать и рассказывать все про химию и про все химические элементы, которых он знает на 3.15, но его заставляли учить, он вообще обязан это знать, то с какого перепуга я должна это знать? Меня же это не волнует? Меня это не задевает? Нет. Меня это не затрагивает? Нет. Меня в жизни это хоть как касается? Нет. Ну а почему мне это должно обесценивать? Как меня можно обесценить там, где и цены-то вообще нет? То есть я не химик, все. Понимаете? И вы же сами взяли эту рубаху, примерили, что вы не владеете информацией, значит тупая. Ну как это не владеете, если вам она не нужна? Да. Человеку не дано знать все. Мы знаем и владеем информацией только той, которая нам нужна, которая нам полезна, которая нам вообще необходима. А знать всю таблицу Менделеева, ну как бы мне оно просто не приходилось. Вот честно, клянусь, ни разу за 36 лет я ей не пользовалась. Вот даже врать не буду. А я ее не знаю. Ну не знаю, ладно. Физику тоже я все формулы и теоремы не знаю. Так же, как и математику, геометрию, черчение. Что-то могу в школьной программе сделать? А так, чтобы сказать, я великий физик? Нет, не могу. Или с Валерой, когда разговариваем, бывает у меня там что-то про Лившица. Я говорю, Валер, ты же понимаешь, это твоя сфера деятельности. Я говорю, ну я же не могу все знать про Лившица, про Фейнмана и про всех остальных физиков. Девчат, я же Санжировскую в сторис отмечала, у нее есть резервная страничка. Не знаю, в блоке опять она. Вот поэтому пришел Эбисенчик. Он же в первую очередь что делает? Он показывает свои больные стороны. Свои точки обнаружил, показал, а вы знаете теперь, где на него давить. Зашел парень, который рассказывает, там, шкура или сука, или как там. То есть у человека есть конфликт с женским началом. У него, ну понятно, что он не просто так зашел, это сказал. Это значит, у парнишки что-то там нехорошо с девчонками складывается. В первую очередь, первое, кто у нас есть в нашей жизни по, ну женское начало, это мама. Значит, у парня, помимо того, что в семье проблемы, конфликты есть с мамой, с папой, потому что нормальный ребенок, здоровый, ну ребенок, даже если ему 20 лет, я имею в виду здоровый человек, не придет, который любит маму, уважает папу, не придет и не будет чужой тете говорить, там шлюха, проститутка, еще что-нибудь там в рот возьми. Ну вот вы понимаете, да? Нормальный человек, воспитанный, он так не будет себя вести. То есть у него есть конфликт с мамой, с папой. Разумеется, из-за этого у него будут конфликты с противоположным полом, с девочками. Но кто, извините, с дебилами будет общаться? Или ему подобные, или вообще не будут общаться? Ну, конечно, о чем вот? Он пришел и сам это сказал одной фразой, сука, понимаете, все, уже с ним все понятно. Где он обесценил? Он совершенно не обесценил, он всего лишь пришел, рассказал о себе. Все нормально. Научитесь просто анализировать. Когда человек приходит, обесценивает, это же так здорово, это можно столько о нем узнать. Причем он даже не подозревает, что он открыл рот, и я себе уже всю подноготную черную выдал. Понимаете, как классно? Научитесь это вовремя воспринимать, слышать главное. Выключайте все отрицательные эмоции, и главное, научитесь слышать, что вам говорит человек. Примерно так. Ты говори, говори, все, что мне надо, я услышу. Вот примерно так. Говори, дайте человеку высказаться. Пусть дальше обесценивает, это же здорово. Это, знаете, очень благодарные люди, я в плане благодарной на эмоции, не жадные. Готовы делиться. Начальница на работе не делегирует обязанности, хочет, чтобы все проявляли инициативу. Написала в рабочий час, что мы команда похуистов и так далее, коллектив в шоке. Но дело в том, что она, вот это вот, чуть хозяйка не сказала, она не понимает, что вы команда похуистов под ее началом, под ее руководством. Если человек не умеет управлять своей командой, значит, кто похуист? Она в первую очередь похуист. Понимаете? Вот и все. Где, откуда корни, откуда ноги растут? Так и напишите. Четко поставленной задачи не было. Все. Мы же работаем на вас. Мы ждем от вас задачи, цели. Ну, все, что от начальника. Да, правильно? Вы же начальник. Вот и давайте. Начальствуйте. У хороших руководителей, но это редкое явление, вам скажу так, у хороших руководителей все как часы работает. И они не будут сидеть и обесценивать свою команду. Они будут гордиться, да, будут пинать, будут иногда какие-то выяснения отношений, эмоции. Но при этом, не, не знаю. Но при, да, все правильно, рыба гнется с головы. Но при этом это будет команда слаженная. Они не будут воспринимать даже крик, это начальник как крик, потому что он не крик дал, он не выкрикнул, а дал команду четкую задачу. Что делать? Понимаете? Все. Ну, если вас назвали командой похуистов, я не знаю. Ну, это вопрос тогда к вашему шефу. Как это называть, господи? Инфантильному. Который решил сослаться на подчиненных. Как так возможно вообще? Подчиненные виноваты, оказывается. Как набрать клиенту начинающему тренеру по йоге. Девочки, сначала сделать это нужно, сейчас скажу. Бесплатные мастер-классы. Бесплатные мастер-классы, нужна практика. Обязательно надо начинать с бесплатных мастер-классов. Например, в тех же фитнес-клубах, но на условиях бартера. То есть вы пришли, захотели дать мастер-класс и взамен попросили только зал на час, на два. Все. Ну, с тем расчетом, что клиенты клуба тоже могут посетить этот семинар бесплатно. То есть вам надо вообще себе заявить. Как, каким образом вы хотите заявить? Летом, летом очень круто. Это делать в парках делаются такие тренинги. Дается информация везде в интернетах. Делаются тренинги. Встречаемся в парке. И каждый любитель и желающий может присоединиться к моей команде. Мы можем поюжить с вами. Вот здесь можно себя показать и как-то проявить, чтобы вообще заявить людям о себе. Также зал, я уже сказала, если холодно, холодное время года, можно вот так с залом договориться, если тем более это не столичный зал, даже если столичный где-то на отшибе находится, где посещаемость клуба такая, ну, клиенты, как это назвать, ну, массового класса приходят. Можно всегда договориться, сказать, готовы провести у вас мастер-класс абсолютно бесплатно для ваших клиентов. Ну, то есть вот так, да, пробный мастер-класс. Вот тут всегда можно же что-то найти, альтернативу договориться. Один клуб отказал, второй отказал, десятый согласился. Потому что у них, оказывается, заболел преподаватель по йоге, и некого было поставить в этот день. Или даже заранее оставить информацию в фитнес-клубе о том, что если вдруг у вас будет вопрос с йога-учителем, то без проблем звоните, я с удовольствием приеду, дам бесплатный один-два урока, ну, там, чтобы у вас день не простаивался. Потому что я знаю, в фитнес-клубах на йогу прям запись бывает ведется. Вот поэтому можно вот так себя тоже принести в массы. Постепенно, аккуратно. То есть бесплатная вообще вот идея вам, как себя можно пропиарить. Вот так. Добрый вечер. У нас в Каликее появилась новая... Так, сейчас я... Так, девчат, буду сохраняться, а то опять вылечу зефира. Все, ангелы мои, встречаемся через 30 минут на йоге. Ой, тьфу, на йоге, на фитнесе. Фитнес, кардиофитнес сегодня. Берем стул, швабру, две бутылки с водой или же две гантельки по килограмм, по два. И игрушку плюшевую или подушку, что-нибудь. Все, и встречаемся через 30 минут на тренировке.